Всем привет! Это портал BeBoss. Сегодня мы расскажем, что такое пассивный доход и как сделать бизнес его источником. Пассивный доход предполагает, что работаете не вы, а ваше имущество. Пассивный доход хоть и пассивный, но все равно требует активных действий, особенно на старте. Бабушкина квартира не является источником пассивного дохода, пока вы не сдали ее в аренду. А если там что сломается, то вам придется с этим разбираться. Пассивный доход в идеале должен быть регулярным и прогнозируемым. Если облигации приносят купонный доход, например раз в полгода по заранее известным датам, это понятная и прогнозируемая регулярность. Но если вы вложились в акции роста, по которым не выплачиваются дивиденды, то критерий регулярности уже не соблюдается. Такая акция вообще может упасть в цене и превратиться в убыток. Чтобы сделать из бизнеса источник пассивного дохода, стремитесь к тому, чтобы он соответствовал всем или большинству из критериев, о которых мы поговорим дальше. Бизнес не должен сильно зависеть от людей. Разумеется, любой бизнес – это люди. Но если вы выращиваете бизнес как будущий источник пассивного дохода, то люди не должны быть ключевым активом компании. Если у вас консалтинговый бизнес, где все держится на одном эксперте, его увольнение приведет к полной остановке бизнеса. Идеальные примеры бизнеса – наименее зависящего от людей. Арендный бизнес, провайдер, транспортные услуги и т.д. Вам нужно разбираться в этом бизнесе, чтобы нанять правильного управляющего и понимать, хорошо ли он делает свою работу. Иногда очень кстати будет ваш совет со стороны. Если вы просто купили долю в бизнесе, в котором ничего не понимаете, то ваши управляющие могут расслабиться, а вы этого даже не поймете. Если вы миноритарный совладелец, придется следить, чтобы ваши права не ущемлялись. Это тоже требует специальных компетенций, а иногда и юристов. Это не должен быть быстрорастущий бизнес, когда всю прибыль придется вкладывать в развитие, да еще и привлекать внешние инвестиции. Либо вы осознанно вкладываетесь на перспективу, что однажды этот бизнес вырастет, и тогда уже станет давать регулярный доход. Учитывая частотность кризисов, бизнес должен быть антихрупким. То есть иметь запас прочности и реалистичный план, что делать в трудные времена. Наличие хорошей франшизы или надежного партнера, который не отпускает вожжи, увеличивает шансы на успех и антихрупкость бизнеса. Используйте каталог франшиз B-Boss для поиска лучших франшиз. Не стоит вести бизнес в серую и нарушать законодательство, так как подобные риски имеют свойство накапливаться и увеличивать хрупкость бизнеса. А теперь проверим, как вы усвоили новые знания. Напишите в комментариях, какие виды бизнеса идеально подходят для пассивного дохода.